Донский парламент Был награжден золотой и серебряной медалями за вклад в развитие агропромышленного комплекса России, орденом за заслуги перед Ростовской областью, орденом почета и другими высокими наградами. Это один, если можно сказать, из корифеев законодательного собрания все пять созывов. Виктор Дерябкин, председатель законодательного собрания Ростовской области, избран по единому избирательному округу в составе списка кандидатов политической партии. Он выбирался, ему жители Ростовской области доверяли право представлять их в законодательном собрании. Очень эффективный управленец в сельском хозяйстве. Поэтому, конечно, для нас огромная потеря. И в соответствии с регламентом он, созыв последний, был избран по партийному списку от партии. Мы должны были прекратить его полномочия. Мы это сегодня сделали. В региональном отделении партии есть 14 дней, две недели, когда они должны со своим списком определиться и решением полицовета внести кандидатуру для рассмотрения нашего обл. избирком. После внесения обл. избирком еще пять дней имеет для того, чтобы внести в законодательное собрание кандидатуру. Мы постараемся в течение ближайших нам 10 дней эту работу провести и сделать. Проведем консультации соответствующие. Также на заседании законодательного собрания Ростовской области приняли изменения в региональный бюджет на 2015 год, которые были предварительно рассмотрены и одобрены на профильном комитете. Изменения в бюджет, ставшие уже шестыми в 2015 году, связаны с дополнительными поступлениями федеральных средств в размере 1 миллиарда 42 миллионов рублей. В основном это субсидии на поддержку сельского хозяйства, обустройство сельских территорий и субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства. Очень здорово, что на село идут эти деньги. Сегодня цифра была названа, она пока более 7 миллиардов. Ну и федеральные деньги почти 6 миллиардов, 5,9 больше, чем в прошлом году. Это тоже такая хорошая новость. Таким образом, доходы областного бюджета составляют 137 миллиардов рублей, а расходы 154 миллиарда. Дефицит бюджета остается неизменным, но в источниках его финансирования учтено поступление бюджетного кредита в размере 2,3 миллиардов рублей и одновременное уменьшение на данную сумму объемов привлекаемых коммерческих кредитов. Дефициты источники финансирования областного бюджета предлагаются без изменений, но вместе с тем на 2015 год в источниках учтено поступление бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 2,3 миллиарда рублей под 0,1% годовых. И на эту же сумму предлагается уменьшение банковских кредитов. В 2017 году предусматривается частичное погашение данного бюджетного кредита в сумме 920 миллионов рублей. В целом, с учетом предлагаемых поправок, параметры областного бюджета на 2015 год составят по доходам 137 миллиардов рублей, по расходам 154 миллиарда рублей. Дефицит остается неизменным и составляет 17 миллиардов рублей. Консолидированный бюджет области с учетом... Донские парламентарии сократили срок вступления в должность губернатора. Соответствующие поправки народные избранники приняли в устав Ростовской области. Поправки распространяются только на губернатора, который перед избранием замещал эту должность или временно исполнял обязанности. По старым правилам избранный губернатор вступал в должность по истечении 30 дней с момента официальной публикации результата выборов. Теперь избранный губернатор будет вступать в должность в течение этих 30 дней. Точную дату в Рио главы области назначит своим указом. Установление такого срока обусловлено необходимостью создания условий для передачи дел от действующего губернатора вновь избранного. Ирина Рукавишникова – заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку. Избрана по единому избирательному округу в составе списка кандидатов политической партии. Для ознакомления вновь избранного губернатора с документами и материалами органов государственной власти Ростовской области. При этом в случае избрания губернатором Ростовской области лица, замещающего должность губернатора, либо временно исполняющего обязанности, установление такого длительного переходного периода для вступления в должность представляется нецелесообразным. Сейчас в Рио губернаторы не обладает всей полнотой полномочий, которые предоставляются губернатору. Ну, мы со всех сторон тут смотрели, советовались, ну представьте, вот 30 дней после еще опубликований и так далее, ну это где-то вот к концу октября мы вышли со вступлением в должность. Учитывая, что Василий Юрьевич предыдущие пять лет работал, как-то знакомиться с областью еще чего-то, ну, наверное, и нет необходимости такой. Поэтому депутаты приняли решение внести небольшую поправку, это касается не по истечении 30 дней. К ним впервые обращаются по имени и отчеству. В торжественной обстановке депутаты Законодательного собрания Ростовской области Лариса Тутова и Николай Шевченко вручили первые паспорта лучшим школьникам железнодорожного района. Это победители и призеры различных конкурсов, соревнований и олимпиад. Потому что это действительно накладывает определенные обязанности. Лариса Тутова, председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму. Избрана по единому избирательному округу в составе списка кандидатов политической партии. И ты понимаешь, что ты не только за себя уже отвечаешь, но и за тех, кто рядом, за тех, кто близок, дорог и не только, а еще за тех, кому трудно, кому сложно, кому надо помочь. Ну, чувствуется, что уже отвечаешь сам за свои поступки, за свои провинности. Хотелось бы стать либо мэром, либо губернатором, а может и президентом. В ходе торжественной церемонии свои первые паспорта из рук депутатов получили семь учеников ростовских школ, отличившихся в учебе и общественной деятельности. В шахтах завершилась молодежная акция «Поезд будущего». Она стартовала неделю назад в селе Песченокопском. Организаторами выступил Комитет по молодежной политике законодательного собрания региона. Акция собрала на одной площадке талантливую молодежь и почетных граждан из 13 муниципальных образований Ростовской области. «Поезд будущего» уже побывал в Батайске, Милерово и Волгодонске. На перроне конечной станции доброжелательный настрой. Пассажиры «Поезда будущего» на открытках пишут на путстве и пожелания новому поколению. Вместо почты для передачи сообщений выбрали дерево. Каждый день оно обрастает новой листвой. Вместе с поездом растения путешествуют по станциям. Таких уже марок у нас около, наверное, двух сотен, даже больше, даже около, наверное, пятиста. Все они какие-то индивидуальные, со своими какими-то особенностями. Любой желающий может написать и взрослый, и ребенок. Какие-то непонятные записи просто любви, здоровья и счастья. Но при этом при всем, потом это все складывается в один большой хоровод, фестиваль, в котором вывешивается полное целостное дерево, где можно все это прочитать. А за соседним столом активисты набирают команду волонтеров, которые станут наблюдателями на ЕГЭ. Если произойдут нарушения, добровольцы их зафиксируют и сообщат организаторам. Такой мониторинг проходит уже два года. Ростовчане наблюдали за сдачей экзаменов в Волгоградской области, Ставропольском крае, Ингушетии и Северной Осетии. Собирается команда волонтеров, проводится их обучение, чтобы они были компетентны, были профессионалы своего дела. И отправляются в различные регионы, в которых существуют нарушения, в которых требуются наблюдатели. Пассажиры молодежного экспресса не дают забыть о подвигах героев Великой Победы. На каждой станции, где останавливается поезд будущего, передвижная фотовыставка. Авторы работ – молодые жители Ростовской области. Всем, кто участвовал и вошел в 100 лучших работ, ребятам обязательно написали грамоты и сегодня будем их вручать. Более того, они получат в подарок этот фотоальбом, где увидят свою работу. Могут ее показывать своим одноклассникам, своим родителям, будущим своим детям. Главная задача акции – не только продемонстрировать свои идеи и проекты, а прославить старшее поколение. Итогом станет выход книги, в которую войдут статьи и заметки о почетных гражданах Донского региона. Сначала издание появится в электронном виде, затем в печатном. Как раз то, что наша молодежь сегодня восприняла это с большой душой, сердцем. Николай Беляев – первый заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области. Избран по Чертковскому одномандатному избирательному округу номер один. Мы понимаем, что та работа, которая проведена сегодня в Ростовской области, она обещает большое будущее для нашей жизни, на нашей земле прекрасной, России, нашей Ростовской области. Я благодарен, что сегодня подведены итоги этой работы. Ведь участвовали все регионы нашей Ростовской области в этой акции. Организаторов акции наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Редактор субтитров А.Семкин